Парни и девчонки, довожу до вашего сведения, что этот мотоцикл продается. Это ZM Tracer 302T 2023 года. Двухтактный. Копия KTM 300 EXC. Мотоцикл проехал. 68 моточасов. Идеальное состояние. Значит, что в нем заменено? Машинка сцепления. Вместе, соответственно, с гидравлическим шлангом. Лапка тормозная. Поставлена от KTM. Она не гнется, не ломается. Заменено сцепление. Стоят диски и пружина от KTM. Ручка газа. Поставлена короткоходная. Только что заменил масло в перьях. Заменил сальники в перьях. Снимал резонатор, проверял цилиндр. Все отлично. Свежий антифриз в мотоцикле. Резина гипсон. Проехал две гонки на этой резине. Сендура дичь и драпежная воверка. Передняя резина стоит стоковая. Здрасте. Так как мотоцикл с пробегом, цена намного меньше, чем за новый мотоцикл. Так что налетай, торопись. У него есть все защиты. Защита резонатора. Защита рук рычагов. Защита передней звезды стоит. И, конечно же, самое приятное, это металлическая защита радиаторов. То есть на этом мотоцикле можно курвить. Ничего с ним не стучится. Пластик у него очень крепкий. Также очень хорошие наклейки по цепи. Смотрите. Вот. Это я ее подтянул три раза за все время. Давайте же покажу, как он заводится. Нажимаем. Все. Как вам? Так, ну давайте еще раз заглушим его. Заглушили. Еще раз его заведем. Еще раз заглушим. Еще раз заведем. Как видите, все работает, как часы с полтыка. Ну что ж. Вот. Примерно так вот можно ехать на заднем колесе на нем. Берем. Опа. И развернулись. В общем, такой вот, ребятки, мотоцикл. Нитралочка. Все, видите, словил нейтралочку. Да. Такой поиск нейтралки стал возможен после того, как я заменил машинку сцепления. На стоковой машинке сцепления нейтралку словить сложнее. На стоковой чуть легче выжим, правда. Ну и больший диапазон работы. Там приходится до грифс выжимать. Здесь вот весь выжим, больше не надо. То есть хороший, нужный диапазон. 10-миллиметровый поршень стоит в этой машинке. Это копия Брембо. Этот мотоцикл отлично подходит для того, чтобы на нем и кататься, и тренироваться, и соревноваться. И обслуживать, потому что китайские комплектующие стоят намного дешевле. Модель подвески HTV. Регулировки очень удобные. Внутри закрытый картридж. Подвеска скопирована с Каябы. Говорят еще, что это симбиоз VP и Каяба. Мы разобрали, открыли картридж, и увидели, что это полная копия Каябы. Естественно, работает подвеска просто с ума сойти как. На мелких кочках она все сглатывает, на крупных ее не пробивает. Регулируется очень просто. Сверху регулируется компрессия, снизу регулируется отбой. Амортизатор. То же самое. Сверху компрессия, снизу отбой. HTV. Прогрессии нет. Соответственно, нигде не будет цепляться. То есть, тоже принцип, как у КТМ. Расход у мотоцикла, кстати, хочу сказать, очень приятный стал. Это третья регулировка карбюратора. Заменены жиклеры. Жиклер холостого хода на 42, главный жиклер на 185. Тот, кто получит этот мотоцикл, уже получит все эти настройки. Вам не придется это делать самостоятельно. Садишься, едешь и получаешь удовольствие. Всем спасибо за просмотр. Звоните, пишите. Все, я поехал. Вот эти машины меня могут тут раздавить. Они такие большие. Баланс у него, кстати. Офигеть. Вот, я еду без рук. Видите? Я его держу только одними ногами. Смотрите. Видите, мои руки. Я столько проехал. Вот такой баланс. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok